Девушки отдыхают Девушки отдыхают Этот дом нарисовала машина, которую зовут Алграф Она рисовала картинку для нас свободное от работы время А работа ее помогать архитекторам Архитектор решил, вот таким будет новый дом Но прежде чем строить здание, надо его начертить Это сделает Алграф Архитектор и математик составляют для машины программу Набором отверстий, пробитых в бумажной ленте, ей сообщают размеры дома и каждой его части Подается команда «Начертить общий вид» Задание поняла, отвечает машина И приступает к делу Вот это работа, залюбуешься Все, что архитектор задумал, Алграф изображает в точных чертежах Посмотришь и сразу увидишь Каким будет новый дом Спереди, сбоку и сверху Вот какая умная кибернетическая машина пришла на помощь архитекторам Угадайте-ка, с кем разговаривает наседка Со своими цыплятами Они еще не вылупились из яиц, а слышат уже голос мама Слышат и отвечают Повернула курица цыплят другим боком И снова квохчет Зачем? Чтобы они запомнили ее голос По голосу узнавали ее и послушно за ней ходили А эти цыплята не слышали голоса мамы Они вывелись в инкубаторе И не знают, за кем ходить, кого слушать Однажды ученые поставили такой опыт Заменили голос курицы радиоголосом Еще не вылупившись из яиц Цыплята надолго запомнили этот звук Смотрите, птенец побежал на знакомые звуки Словно на зов матери Работал правый динамик Цыпленок жался к нему Звучало левой, птенец бежал влево А когда репродуктор поставили на большой птицефабрике Тысячи цыплят запомнили голос радио мамы Теперь кормить их, растить и переводить из цеха в цех Будет намного легче Ничего не видел, ничего не слышал, ничего не знаю Да и знать ничего не хочу Чу-чу-чу Внимание! Легко, красиво и уверенно работают на арене артисты цирка Что для этого нужно? Смелость, ловкость, сила А еще что? А еще расчет Умение точно рассчитать весь номер Вот как должен лететь акробат Чтобы, сделав в воздухе двойное сальто Опуститься точно на плечи партнера Если бы в момент прыжка Акробат все время стоял вертикально Он взлетел бы на нужную высоту И опустился на прежнее место Чтобы выйти на заданную кривую Надо, отрываясь от доски Отклониться назад на строго определенный угол Это решающий момент номера Потому что в полете ничего уже изменить нельзя Законы физики непреклонны Сейчас Оле! Ап! Когда зоологи опускали в море это стекло Оно было прозрачным и чистым А таким оно стало спустя две недели Это к стеклу приросли морские желуди Болянусы Личинка желудя Свободно плавает в воде Потом прикрепляется к камню, к свае Или к днищу корабля И взрослеет А взрослый болянус Строит известковый домик И остается навсегда В своем неподвижном пристанище Без домика их можно видеть только неживыми Так кто же эти странные животные? Вот как описал морского желуди один зоолог Это просто маленький рачок Который стоит в своем домике на голове И загоняет пищу к себе в рот ногами Да, ногами То, что кажется нам усами рачка На самом деле его ноги Ими он и гонит внутрь Всякую съедобную мелочь Которой полна морская вода Вот уж кого действительно ноги кормят Вот так и живет Усоногий болянус Один из двадцати шести тысяч видов ракообразных Дальше давай! А дальше в следующем номере Конечно, мои дети Еще не все на свете И это очень грустно Приходится признать Но было бы Но было бы желание Придут к тебе Придут к тебе и знания За это вам ручается Журнал Журнал Хочу все знать Редактор субтитров А.Семкин